Он прям так лихо, не боится ничего, и крещение удается. Без денег, без ничего. Всё, и завтра, если Бог даст, и живы будем, тоже вот он будет крестить. Приедут, и здесь у нас кто оглашение проходили, кто уже давно тоже просто не мог принять крещение. Это Ксения Юрова с мужем, и Зуева Людмилы Рада, то есть у неё она будет креститься Людмила, тоже с мужем Андреем, а у Ксении муж Дмитрий. И вот у Зуевых, у них ещё Злата, ребёнок, 9 лет девочка, тоже. Вот они на самолёте сегодня, то есть они в Оренбурге будут, и ночью прибудут сегодня в аэропорт Казань, и я их ночью, если Бог даст, и живы будем, всё заберу, их там привезу, и завтра будет крещение, они там три дня пробудут. А вот Ксении, они на машине должны приехать, я так понял. Поэтому прошу ещё раз молить. Она уже писала об этом, чтобы всё удалось. Так, ну продолжаем тогда наше занятие по особенной Евангелии от Марка. Евангелия от Марка, 6 глава, 1 по 6 стих. Так, всё, меня слышно, видно? Подтвердите, пожалуйста. Всё хорошо слышно, всё хорошо видно. Ну, спаси, Христос. Только, брат, какие-то квадраты чёрные непонятные. Вот этот, наверное. Снизу квадратик. И всё. Исчез? Нет, не исчез, снизу он находится. А у меня ничего нету. Ничего он особо не мешает. Оттуда вышел он и пришёл в своё Отечество. За ним следовали ученики его. То есть, в Галерею он вернулся, да, получается? Когда наступила суббота, он начал учить синагоги. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за пребудрость дана ему? И кто такие чудеса? Как такие чудеса совершаются руками его? То есть, если бы кем-то другим они совершались, они бы такой вопрос не задавали. Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуда и Симона. Не здесь ли между нами его сёстры? И соблазнились о нём. Иисус же сказал им, не бывает, пророк, без чести. Разве только в отечестве своём, и у сродников, и в доме своём. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И делился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Полкование. Боже мой, в связи с лаком. Господь приходит в отечество не потому, чтобы не знал, что окажет ему невнимание, но для того, чтобы впоследствии не могли говорить. Если бы он пришёл, то мы уверовали бы. Приходит вместе для обличения завистливого нрава своих отечественников. Ибо тогда, когда им надлежало восхищаться Господом, так украшающим их отечество и учением, и чудесами, они вместо того уничижали Господа за его бедное происхождение. Вот какое зло-зависть. То есть, видите, братья, какова причина, почему близкие, родственники не принимают верующего. А причина такая, вот один из таких самых, можно сказать, скрытых грехов, которые человеку очень трудно различить в самом себе. Проявляется только через признаки определенные. Это банально зависть. Она всегда старается помрачить доброе и не позволяет завидующим видеть его. То есть, видеть доброе не позволяет видеть доброе. Так и ныне многие по неблагонамеренности и крайнему неблагородству бесславят некоторых по причине незнатного происхождения их, хотя они достойны всякой чести. Ну, чего далеко ходить, да? Мы видим примеры даже на том же Игнатии Тихоновича, как вот близкие некоторые, родственники, и как они к нему относятся. Хотя другие, то есть, мы поведем, что от самого патриарха идет благодарение, благодарность за все труды в пользу церкви, от митрополита. Митрополит признает человека исповедником веры. Исповедник веры, я напомню, что изначально раньше имел право ходатайствовать за того, кто отрекся от веры. То есть, были гонены первой века христианства, и очень много было, кто отрекался. Это мы видим в житиях святых, мы больше видим положительных житей. А если все смотреть, это, может быть, даже в большей части было как раз-таки отрицательных. Люди отрекались. Ну, как их вера проверялась, просто-напросто. Она была недостаточная для того, чтобы претерпеть искушения. И это было предательство, и в церкви было изначально как бы две таких партии. Одни говорили, что их вообще нельзя принимать, а другие делали послабление. И вот было принято решение, что за них могут ходатайствовать только те, кто и сами испытали эти испытания, то есть, эти гонения. Сами прошли эту боль, прошли, и они могут за них ходатайствовать. То есть, это очень высокий статус в церкви был. Их тогда было много, конечно. Сейчас их вообще почти нет. Вот Игнат Тихонович один из них. Исповедник веры. Но мы это знаем, может быть, тысячи людей видят это. А близкие, они это ничего не видят. Всю добродетель. Если оценить, что сделал один человек, как ему сложно было, потому что он был единичный такой экземпляр. К человеку не подходит слово, но было сложно все это продвигать. Никто, никакой поддержки ни с какой стороны нет. Надо было идти одному. Как Сергей Старогородский сказал, что в самые такие исключительные моменты, сложные для церкви, Господь это он в пророческом духе сказал. Но это видят со стороны, а близкие это плохо видят. Вообще не видят некоторые. То же самое вот Христос, это такой духовный закон. И, видите, причиной, оказывается, зависть. А как это? Это тебе дано. Ты проповедник. Тебе это просто дано. Деньги тебе, которые это другие люди дают. А вот я через семью спасаюсь, а еще ты нас куда-то там гонишь. Ну, как будто мы тут не спасаемся даже. Ну, причин много. Но самая главная причина это зависть, конечно. Она всегда старается помрачить доброе, не позволяет завидующим видеть его. Дополнение, комментарии какие-то может быть. Господь вообще говорит о всех пророках, что они не пользуются честью в отечествах своих, между стройниками и домашними. Кстати, а вот если умрет такой, то те же родственники, они сразу накинутся на как бы на разделение его наследство. И сразу же много будет пересмотрено. Даже когда Христос умер и воскрес, после вознеса братья его по-другому, они стали, можно сказать, апостолами от 70-ти даже. Апостол Иаков, вот этот апостол Иаков, который председательствовал на первом соборе апостолском, который описывается в Деянии 15-го глава, это же был не Иаков и Заведеев или там Алфеев, это был именно брат Господень, это апостол из 70-ти, тот, который вначале не принимал Господа. А можно немножко добавить? Да. Я вот не знаю, почему так решила, что это козни дьявола. Дьявол ищет слуг своих среди родственников. Это очень вот такое болезненное, когда родственники, они очень нападают сильно. Даже чужой человек так не может напасть, как родственники. Их ничем не остановишь. Это вот слуги дьявола среди родственников. Я сама вот ощущаю, у меня вот через дочь вот мою, вот она готова меня изничтожить. И я ничего не докажешь. Просто мы против... Она не верующая, а я верующая. И Бог вот никак не находит против меня врагов, а дочь нашел. Я не знаю, почему я так вывод сделала. Так Игнатия Тихоновича на него очень сильно нападение. Это дьявол нападает. Ну, несомненно. Несомненно. Так, еще у кого комментарии может есть? Вячеслав, мир вам. С миром. Мне непонятно слово соблазнились о нем. Слово соблазн, оно вроде бы на что-то направлено такое обманчивое. Ну, например, соблазнился там, не знаю, поиграл в азартные игры. А в этом ключе мне непонятно слово. Соблазнились о нем. А вот смотри, еще в другом месте. Помните, когда Иван, креститель, уже находился в темнице и послал учеников своих спросить, ты ли тот, который должен прийти или нам ждать другого? И Христос сказал, что, да, смотри, нищие благовествуют, храмы уходят, и говорят, блажен, кто не соблазнится о мне. То есть, когда он будет распятый, когда он будет ухемея, такое вроде как высокое о нем понятие, когда он распятый, и многие соблазнятся от этого, то есть, они скажут, да, он оказался, получается, обманщик какой-то, он такие чудеса делал, все это за ним было, а его распяли как преступника и соблазнились о нем. Многие, тоже ученики, когда шли, помните, в Маус дома ученика шло, и они говорят, мы думали, это то, то есть, соблазнились они. И здесь то же самое, здесь они соблазнились, вот как, получается, они видели чудеса и все остальное, но соблазнились именно тем знанием, как тут они увидели, видят смерть его, увидели, соблазнились, да, что он не должен умирать, он победителем должен быть, а тут проигравший получается. А здесь они, зная его рода, как бы, кто он такой, они все эти его чудеса не поверили, не принимают просто-напросто. То есть, он почему говорит, я не могу сделать больше, он говорит, не смог делать больше, ну что, у него сил, что ли, нет, сделать чудо, сможет, но он не делает насилие над их волей, он знает, что они будут сугубо суждением, увидев большие чудеса и не приняв его, не став его учеником, не слушая его. То есть, соблазнились, значит, не слушали его. Понятно, благодаря. Не приняли его. Соблазнились именно вот тем, что он, знают его, то есть, родственников знают, что он плотник. Вот это, чем соблазнились они? А тогда, или смертью соблазнились, вот уже, когда он говорил, блажен кто не соблазнит сам мне. То есть, крестом соблазнились. Для людей в соблазн, а для эллина в безумие крест Господень. Вот понятно? Да, понятно. Я правильно понял? Грубо говоря, не поверили, и это и есть соблазн. Да, не поверили. Не поверили, да. По причине, в данном случае, зная его всех родственников, кто он с их отечества, он простой человек. Он не какой-то там ученый, приехал откуда-то, да. Они его знают, что он не должен быть тем, кого он за тебя выдает. И соблазнились. Благодарю за ответ. Можно я тут скажу? Да, 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 пожалуйста. Ну, в одном месте они говорят, тебе нет еще 50 лет, потом говорят, плотников сын. То есть, вот такие вещи, которые они узнали. Молодой, раз. Второе. У тебя отец всего лишь плотник, ты кто такой-то? Врач, исцели себя. То есть, ты сначала покажи, что ты действительно другой. Тот, которого можно слушать. А на самом деле, Христос, когда говорил, как власть имеющая, это мы тоже увидим дальше. То есть, они-то знали, да, что там есть учителя специальные иудейские, там, патриарх, ну, там, у них там спиры священника, а он-то ничего не имел, никакого сана. А говорил, как будто имеет, как власть имеющая. Как царь в обтросах духовных законополагал. Господь говорит вообще о пророках всех, что они не пользуются честью в отечествах своих, между сродниками и домашними. Имеют ли они заменитых сродников? В таком случае, они сродники завидуют им. Эти сродники завидуют им и потому бесчестят. Будут ли они бедного происхождения? Опять бесславят из-за их бедное происхождение. То есть, даже если бы он был там богатый, они бы все равно его бесчестили. Господь не мог сотворить там чудес не потому, чтобы был бессилен, но потому, что те люди были неверующие, щадя их. Он не творит чудес, дабы они послужили к большему осуждению их, как людей неверующих, и привидит чудес. С другой стороны, для чудотворений потребна, во-первых, сила творящего, во-вторых, вера, приемлющих чудо. Вот эти два обязательных элемента. Так как здесь недоставало второго из этих условий, то есть вера, имеющих нужду в исцелении, то Иисусу неблагопотребно было творить чудеса. То есть, не мог, это так и надо понимать. Так и должны мы понимать, что выражение евангелиста не мог, употреблено, вместо не решался. Почему? Не мог, потому что Бог не может делать неблагопотребное. Вот Он не может это делать, неблагопотребное. Потому что Он сам благ. Так, все ли всем понятно? Может какие-то вопросы или дополнения есть? Ну да, смотрите. И в наши дни многие восхищаются учением Христа, но соблазняются в Его божественности. Из евреев такие есть. Мессианские евреи, так называемые. Потому что логике это не поддается. Тщетные попытки все объяснить логикой божественное спасение через Иисуса Христа. В Иисусе Христе церковь определенные догматы выработала. Их просто надо заучить, запомнить. И никогда в них не лезть. Не пытаться их логически как-то объяснить. Или на каких-то примерах жизненных. Хотя это делали, но это все будет неправда. В какой-то части только. Даже самый лучший христианин встретит хотя бы некоторое время отпор со стороны близких ему лиц, еще не уверовавших. И это объяснимо. И надо понимать, что не все близкие, которые даже первое время не согласны, не все они дьяволом инспирированы. Не все. Не всегда. И надо понимать, что действительно ты можешь сам пример давать такой отрицательный. Они от тебя знают, от тебя отрицательный пример жизни. Некоторых родственников, близких надо завоевывать именно трудом, жизнью. То есть измениться на деле, а не на словах только. Как Яна Морск-Каминский говорил, что, как говорится, че-то, оно без практики, болтовня простая. Они просто не верят в это изменение. Сами его не пережили. Соответственно, и не верят. Но это, конечно, тоже все. Потому что дьявол противник переводит, сатана, поклевещущий. Как противник, близкий человек, даже может быть и верующий, который тебя останавливает от дел Божьих по чисто человеческим соображениям. Хочет тебя сохранить, здоровье тебе сохранить, пожалеть. Он может быть от дьявола. Как поступать, как дьявол. Вот как апостол Петр говорил, он же исходил из человеческих соображений. Да не будет этого с тобой. А Господь ему говорит, отойди от меня, сатана. Вот тогда, когда я уверовал, у меня вопрос стал с бородой на работе. И у меня был мой духовный отец, Андрей Викторович. И первым делом я ему обратился, тоже позвонил, говорю, вот так-таки у меня борода, и вот на работе мне говорят, ты ее постриги там. И он мне сказал, ты, говорит, когда, то есть, ты, говорит, когда старался на работу, ты какой был? Бритый? Я говорю, ну, бритый, да. То есть они тебя брали вот именно таким. И ты сейчас изменился. Я говорю, ну, да. Как бы, вот, в смысле разговаривали там. Но ты, говорит, не прав тогда. Ты, как бы, они тебя, то есть сделают, что они от тебя хотят. Ну, представляете, это сильно, ну, то есть логическое такое давление на меня было произведено. Но у меня сработало, я сразу подумал, но я, когда в этот мир приходил, ты у меня с кем договоренность? С Богом или с ними-то? Перед кем я? Перед Богом. То есть в данном случае я понимаю, что нельзя Богу здесь. Если это божественная заповедь, то ты не можешь нарушить в пользу человека божественную заповедь. Я избрал Бога и сказал ему, сказал ему, ну, как бы, без объедения ничего. Я сказал, отойдет от меня сатана. Прямо так его написал. И он вышел, ой, он заблокировал меня и больше мы с ним ни разу не общались. И мой духовный, и теперь я за духовного отца свой считаю Игнать Тихоновича с этого момента. А о нем молюсь только о прошлом. Вот. Вот такой был переломный момент в моей жизни. Игнать Тихоновича Я понимаю, что, ну, грубо сказано и все остальное. Я считаю, что это было Богом. От Бога. То есть, я так сказал. По-другому я тогда не мог. Мне нужно было резкое очень, чтобы нигде не соблазниться. То есть, отрезать прям, оторвать как бы глаз, руку свою, чтобы меня ничто не отвлекало, ничто не соблазняло. Дополнение, комментарии какие-то? Братья, пожалуйста. А как мне это тоже, Нирван, брат, Вячеслав, можно мне то с тобой вот? Дело в том, что моя дочь, ну, ей 30 лет, и она говорит, мама, я прям вижу вот твои изменения, говорит, как ты вот обратилась к Богу, стала, ну, общаться, ну, здесь Вовой, то есть, с моим братом, и он дядя. Она говорит, мама, ты вообще очень сильно поменялась, говорит, и слава Богу. Я, говорит, я очень рада. Я говорю, ну, слава Христу. Ну, видите, значит, для нее благодать Божия доступна, раз она так правильно оценивает. Это тоже большое дело. Да, да. Кроме врагов Господь дает еще больше друзей и даже поддерживающих. У меня на работе было сколько поддерживающих. Они не верующие люди, но они меня поддерживают. Были такие, были те, которые из протестантских течений мои молились все. Спасибо, Христос. Благодарю. Это отражается в словах вот этих, кто Господь сказал, что оставит отца, да, как там сказано сейчас. Вот, Матфея 19, 29. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми и последними, а последние первыми. Вы только используете слова, неправильно их толкуя, монахи, точнее, люди, превращающиеся в монахи, убегали из своих семей, домов, оставляли земли, все. что церкви пришлось решительными, то есть собираться на всемиенских соборах определять, ну, изначально на повестных, запрещать это все оставлять. Они не поняли, то есть толкование Библию неправильно поняли и пошли, убегали в пустыне, в Нагоры. Есть каноны, которые анафеме передают тех, кто это делает. А что такое оставить домы, отца, мать? А вот именно оставить в том смысле, что тех, кто мешают тебе добродетели, тех, кто противится Богу и являются препятствием твоему спасению. В таком случае, нисколько не сомневаясь, надо отсекать любого близкого родственника. И надо помнить, что близкие по плоти, они не ближе, чем братья и сестры во Христе. Отец, мать, жена, муж, ребенок, они дальше состоят, потому что они только по плоти, по крови. А мы по крови Христа причащаемся одной крови и одного тела Господа и являемся одним телом. Ближе невозможно. И вот это, кто это сейчас не понимает, тот очень сильно огорчится на страшном суде, потому что их близкие не будут с ними. Если они спасутся, имеется в виду те люди, а те не спасутся, не уверуют, то вместе со Христом придется сказать, и это будет не придется, это будет естественно, отойдите от меня, я никогда не знал вас. И с ненавистью, с гневом, как Господь, то есть он, как с ненавистью, я имею в виду, конечно же, не в плотской, а по сути вещей, как противники Божии, все будут отринуты от брошенных гену огненную. И все скажут аминь, другие, кто стоят по правой стороне, то все будут с этим согласны. Поэтому обманывать себя здесь, при этой жизни не надо. И не надо искать близких, сердечных отношений с неверующими. Их не может быть. А если они есть, я имею в виду, но они не духовные будут просто. Все равно связаны не с духовным. Бывает человек неверующий, все равно друг. Такое может быть, в принципе, я считаю. Такие бывают исключения. Привязанные, он ничего с тобой поделал. У меня есть такой товарищ, мусульманин. Но он так привязан ко мне, что как бы меня за друга считают. И я знаю, что я к нему обращусь. Он тоже всегда мне поможет. Всегда. Искренне. Но он преодолеть это не может. Этот барьер. Сейчас он на фронте. Барьер Христа, имею в виду. Уверовать во Христа, как в Бога. Барьер Христа, я тоже хотел добавить. Да, конечно. Вот здесь вот написано, что Господь пришел в свое Отечество с учениками. А мы знаем, что город, который называется Отечеством, называется Мазарет. И наверняка, когда Господь учил в синагоге, мы знаем, он часто открывал Священное Писание. и наверняка он учил в синагоге на цитату пророка Исаия, что и произойдет отрасль от корня Исиева, и ветер произрастет от корня его. Это Исаия 11, глава, первый стих. Это о том, что город Назарет, он переводится как ветер. Господь так вот просто подает имена божественные, что они несут в себе всегда какой-то духовный смысл. И я просто к чему это, что вот это вот маловея, вот это, тогда присутствовало, оно и сейчас среди нас присутствует во многом, вот эта вот зависть, она некую такую стену ставит, что ты перестаешь видеть Господа, ты перестаешь видеть промысл его какой-то, потому что даже ты в этих мелочах, в этой суете, даже стоя с близкими, со своими, с общиной в церкви, ты всегда обращаешь внимание на какие-то мелочи, совершенно не зная о том, чем человек трудится, чем занимается, ты уже готов осудить его там за что-то, тем самым отталкивая вот это вот вот это общение братское, помрачаясь в монтам и так далее. Вот. И тут то же самое, они не видят его царского происхождения, о том, что он родился калине иудином, а видят только то, что он родился от плотника и братья его соблазняли за нем, потому что наверняка там наследство какое-то делить надо с ним или еще что-то. Поэтому Господь и не творит даже чудеса, потому что он уже до этого столько проповедовал, уже столько слухов было о его чудесах, что они могли бы хотя бы немножко призадуматься, а что же, кто же это с ним. немножко открыть свои сердца. Тем более это родной город для него. Я на Игнатия Тихоновича смотрю, как параллели провожу, потому что человек проповедует, учит нас и всю жизнь гонят его. И сейчас с такой нелюбовью родных встретился. Господь, конечно, понятно, что плетет ему венцы, а потом пройдет какое-нибудь время, и только тогда Бог даст плоды его откроются, и все будут сожалеть о том, что не познакомились с ним еще при жизни его, не приняли крещение, не послушали слова его. Я благодарю Господа за то, что он омыл очень многим из нас и привел к руками Игнатия Тихоновича нас всех к истинному крещению. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Еще какие-то комментарии, дополнения? Спасибо, Игнатия Вот тут приводится еще стих 4 Так, стих 4 это, да, это Несу же сказал «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве и у стройников в доме своем». Иван 7, 5 «Ибо и братья его не веровали в него. И сравни 3, 21, 31 «И услышав ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». То есть с ума сошел. «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вензевула и что изгоняет бесов в силу бесовского князя и призвав их, говорил им притчами». То есть они-то знали, как можно объяснить. Простой народ-то ему сложнее это объяснить. Они видят явное чудо благодеяния. А если ты обученный в семинарии, в академии, то ты разные, знаешь, варианты, примеры. Не зря тебя научили-то. И даже добро можешь превратить в зло. А зло в добро. Я вот когда читал послание письмо священника священного инока иеромонаха Дурасова. Сейчас. Как его имя-то? Иеромонах. Иеромонах. Семеон. Семеон. Семеон, да, 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 Семеон. Он там собор был, он послал свое письмо и такое, то есть показал вот больные места все старобрячества. И там сразу вылез потом какой-то там другой богослов и там парировал. Ну как, он ничего не парировал, просто извратил просто его слова все. и все. То есть наученные люди сидят и они знают, как ты ударишь куда нужно, скажешь даже правду, но все и будет извращено. Специально надо на это учиться. Простоту вот эту во Христе они, конечно, теряют и не прямого и Господа не смогли даже принять. То есть принять Мессию, которого так ждали, о котором, собственно, ради которого все это было и устроено. Верить законы пророки, о котором говорили. Вот детей надо учить с детства, зависть. Это же все от конкуренции происходит. Каждый человек на своем уровне с кем-то конкурирует. Это вообще конкуренция, это естественный закон природы. Но надо добавить падшей природы после грехопадения. То есть это естественно. Почему вопрос войны непреодолимой для нерожденного свыше? Никак. То есть он ударяет в самое сердце вопросы конкуренции человеческой жизни за выживание. Он понимает. Поэтому сразу вопрос стоит. Тебе придет убивать, ты еще будешь стоять, что ли, тебе жену, детей будут убивать. Вопрос жизни и смерти сразу ставится. Это конкуренция между видами, не между видами получается, в одном виде. То есть как животные. И вот она везде за этим стоит. Ты, допустим, любишь учителя какого-то своего, он хорошо тебя учит, но ты тоже становишься учителем, он тебе конкурентом становится. Если человек не верующий, он начинает завидовать или еще что-то, уже отношения хорошие теряются. А здесь он вообще сразу всех перещаголял. Все с ними вместе рос, а теперь такие вещи делает. И чудеса делает. Поэтому детей, почему спорт это нельзя детям заниматься спортом именно профессиональным и именно конкурентным. надо учить ребенка уметь проигрывать, не желать спортивной злости, есть такое понятие. Всех приучают в спорте действовать, как будто она хорошая. Вот как есть черная магия, есть белая магия, как будто дьявол придумал, оно все черное. Так и злость, она все черное. Победить обязательно надо. Надо наоборот учить проигрывать ребенка и радоваться за победившего с детства. Тогда у него на уровне рефлекса уже будет на навыках заложено, он может за другого человека радоваться. Уже многие истоки зависти будут отсечены еще с детства. У него есть, я тоже хочу. А если это как по-русски, у него коровы есть, у меня нет. И вместо того, чтобы мне тоже корову приобрести, я лучше его лишить коровы. Никому, чтобы не досталось. Это как некоторые люди ошибочно радость свою белой завистью называют. Вместо того, чтобы сказать мы просто рады за тебя, то почему-то всегда говорят белая зависть. Хотя зависть не бывает белой никогда. То есть это изначально уже грешное состояние. Грешное чувство. Так, еще, братья, какие-то дополнения, вопросы. Далее труднее всего. он не мог идти против основного духовного принципа. По вере вашей добудет вам Матфея 8, 13. не позволяет вера твоя. То есть вера это некое состояние человеческой души человека, которое может быть она может есть, может быть слабая вера, может быть более сильная, то есть это состояние, которое просто имеет определенные признаки. Евангелие наполнено примерами разной степени веры. И мы видим, что у язычников, у язычников, у самарян веры оказывается больше, чем у иудеев. И вот это самое сочетание такое сложное, чтобы и знание было, и вера. Ведь в чем обычно? У простого народа у него вера есть, но она суетная, суеверие, неправильная. А у знати, ну, у духовенства, у них веры нет, а знание есть. А вот это сочетание, это вот было у апостола Павла, и знание, и вера у него была. И все, и поэтому он был готовый для Христа. Ему надо было как тумблер повернуть, переключить, и все, сразу же становится лучшим из апостолов. А когда человек не холоден, не горяч, теплый, ты из него ничего не сделаешь. Такой ненужный, никому не нужен, ни богу, ни дьяволу, он такой плохой для этого. Он ничего не может. Идет просто, как гневотина какая-то. дьяволу он нужен, вот именно в таком состоянии имеется ввиду. Но из него тоже ничего не сделаешь. Можно ослаблять других только. вера есть проводник для Божьей силы. Вот хорошая такая. Что как можно веру описать? Проводник для Божьей силы. Понятно? То есть с верой делаешь, Божья сила тебе как через проводник проходит. Нет веры, все своими силами делаешь, как будто не рассчитываешь. Вот интересно, да, как? То есть это говорит и самое нужно преодолевать, понимаете, делать невозможно ведь через веру. Ясно, по воде ходить невозможно, воскрешать невозможно. Все, апостол Петр говорит, дай мне пройти. И все, пошел сразу по воде. Иисус по воде шел, это тоже напоминание для иудеев, евреев, как Иисус с Новим через Иордан их провел. И тут Иисус тоже Спаситель идет по воде. Как бы то, показывает, что это именно тот пророк, о котором сказал Моисей в законе 18-18 придет пророк, как меня его слушайте. Ну, а соответственно, а Иисус Новим как Моисей провел через Черное море, через Красное море, выводил народ еврейский из Египта, А потом Иисус Новим через Иордан. А тут Иисус идет также по воде, показывая, что Он от них, от Бога, то есть именно тот пророк, о котором сказано было. Ну, там много таких параллелей, то, что Иисус сделал, и то, что было тогда, тоже в Верхнем Завете. Господь обложил их просто, иудеев, евреев, символами, и потом исполнил их Христом, чтобы невозможно было сказать, что мы не поверили, потому что мы еще что-то не знали, не видели, не знали. И вот вопрос, не мешаем ли мы сами Христу действовать в нас или через нас нашим неверием мешаем. что мешает неверие, ребенка, вот очень легко верить. он, потому что все, у него все навыки, все, что он умеет, у него основано на вере, потому что он поверил родителям, тут поверил, как бы он близким, тут дядьке, какому-то поверил, и вот научился. Поверил, что это надо именно так, а не по-другому. И теперь вот он на токан в танке точит. То есть без веры невозможно чему-то научиться по-настоящему, вот изначально. А столько Бог знает, чего Он хочет нас научить. Создал, посадил, насадил рай, посадил там человека. И научение человека происходило через веру. Он должен был верить Богу, он должен был слушать его заповедь. Он все, ты узнаешь, он все узнал бы потом. Потому, по замыслу Божьему, как Бог хотел. То есть правильно он должен был узнать, что такое зло. Не окунувшись в зло самому. А человек пошел по-своему, вот как вот непослушный сын уходит из отеческого дома. И теперь он встречается с реальностью жизни сам. Проходит через глубины греха и в лучшем случае возвращается потом и как блудный сын. А может стать изначальным как Ленин, изначальный. У Ленина весь путь бунтовщика. У него все, как у дьявола вообще, если смотреть его биографию. Все мысли, все. Все дела. И надо же так случиться, что для русского народа он стремлевить не мощи там даже каких-то святых или святого лежит вот здесь вот прям перед всеми, а Ленина, трупы Ленина. и до сих пор его не уберешь. Вы думали, сколько человек положительно оценивает Ленина в России? Я смотрел статистику, я ужаснулся, даже не знал. Я думал, что его все-таки большинство осуждает. не тут-то было. Если бы осуждали, его бы уже брали давно. В общем, сейчас я имею статистику отношения к Ленину. Суть в том, что примерно 60% его одобряет. то есть о чем говорить-то? Еще кто-то спорит, то, что Москва это не военон, что ничего общего с коммунистическим учением уже Москва как будто не имеет. Да она пропитана просто им. Самого главного, самого худшего человека на земле до сих пор боготворит. Вячеслав, тут нужно еще смотреть, кто эту статистику готовил. Может быть просто пропаганды обычной? А что, какой смысл тут пропагандировать? Да нет тут что-то там мне кажется даже смысла нет подтасовывать. И так понятно. Сейчас к сожалению найти не могу. Где-то читал. Там она вообще это не касается как бы это вопрос так, между прочим. Что-то такое там 140 было процентов там за и сколько-то там против. Против мало в общем. Некоторые нейтрально. Потом уже смотрю там вообще выросло. и растет она самое главное. Статистику легко подогнать под любую пропаганду. Под любую. Даже противоположную. Я вот просто делаю не в статистике. Смотрю на я вот севера смотрю проездок всю республику Коми. у нас памятники Ленина стоят на самых святых местах, где раньше располагались самые главные храмы у нас. Изображение на всех высотах, то есть на самых высоких местах в городах, где его со всех сторон видно. Недавно открыли дворец пионеров новый и взяли туда зачем-то цитату из высказывания Ленина поставили и его портрет. И чего уж там говорить, если недавно лидер наш Владимир Владимирович выступил и говорит, надо молодежное движение, которое сейчас там объединяет, дать им название пионер. Якобы в этом нету никакой идеологической подоблеки. Хотя там все в этой идеологии пробита на настость. То есть можно даже статистику не смотреть, достаточно просто посмотреть вокруг себя и увидеть, что вот это маловерие как раз к этому приводит. Все главные улицы Ленина по всем городам. Да, да, и вот он когда Держинского везде до сих пор висит патет Держинского. У силовиков почти у всех там ФСБ и остальных. И вот он когда назвал Украину республикой имени Владимира Ильича Ленина, то мне почему-то мысль пришла, что это мы страна Владимира Ильича Ленина. Вот правильно Вячеслав, и улица названия, и город у нас Ульяновск, и можно мы бесконечно приводить эти примеры. Это как плен какой-то, из которого мы до сих пор никак выйти не можем покаяться в этом? Можно на эту тему скажу немножко? Ну вот смотрите, вот большинство нам показывают, что по телевизору, что за Путина, но если взять просто посмотреть стадион в Москве, сколько он собирает народу, если вы увидите, сколько он народу собирает, это даже одного процента нету от Москвы, там 14 миллионов живет, а нам показывают, что вот, стадион, и в нашем сознании, что стадион это так много, а это даже одного процента от москвичей не составляет, нам кажется, что так много, это обычная пропаганда, любой стадион может любой другой собрать так же, и об этом речи нет, понятно дело, что мы не говорим о пропаганде, да, у них просто вся власть, у них деньги, у них вся армия, они могут этим управлять, у нас ничего нет, большинство сидели в гулагах, и родственники их живые до сих пор, и они знают, как с ними обращались, но они ничего не могут сделать, они не во власти, и деньгами не управляют, и поэтому создается впечатление, что вроде вся страна за, а на самом деле большинство-то сказать ничего не может просто, они сразу под статью попадут, вот и все, вот и все, это просто обычное действие пропаганды, любой страны их делают, только у нас. Любая власть это отражение народа, в чистом виде, вот какая власть, такой народ, она, это чисто отражение народа, поэтому нельзя сказать, что тут, что-то тут за уши притянуто. так, кто-то хотел что-то сказать еще? Вячеслав Мир и вам братья Мир. Да я хотел добавить, но коль бы про Ленина заговорили, я хотел сказать, что нам это не грозит, у нас вся молодежь во власти страстей мира, поэтому ни коммунизм, ни еще что-либо не выбьет из этой адовой дорожки. А что касается Писания, вот хочу сказать, есть слова Евангелия от Матфея, 14 глава, по-моему, 28 стих, если я не ошибаюсь, когда Петр со своей пламенной верой вышел из лодки, попросил Христа выйти ему навстречу, и с этой верой он шел, вокруг бушевали волны, ветер, и вот стоило ему на секунду усомниться, потерять веру, он тут же начал тонуть. И вот, наверное, во всем Евангелии лично для меня вот эти слова, когда Господь ему говорит маловерный, почему-то усомнился во мне, ну, заставляют трепещать душу, поэтому, вот, ты, брат, говорил, что учить детей там заранее проигрывать, я немножко не соглашусь, я хочу сказать, что вера, вот как ты сказал только что, пять минут назад, она, и есть показатель правильности жизни человека, независимо от того, кем он был, кем он был научен и так далее. Ну вот. А с чем-то не согласен-то, что, что, проигрывать уметь, учить, уметь проигрывать не надо? Ну да, да, что от этого... То есть надо выигрывать только? Да нет, нет, от этого не зависит. Человек всю жизнь... А потом как будешь? Ты же не знаешь, проигрывать это, радоваться за другого, уметь проигрывать. Ну так, все равно вера-то, она человека меняет, так или иначе. Она волю меняет человека, а у тебя привычки все, навыки все остаются, тебе трудиться придется, чтобы это изменить. Изменить человека, это ох, как трудно. вера-то как раз и учит, учат уметь проигрывать. Ну, это невозможно человеком, да, но возможно Богу. Так, ну ладно, братья, время у нас подошло. Сейчас Игнатий Тихонович на связи, его время. Пожалуйста, можете по любой теме, по этой, по другой, любой, задавать вопросы. Игнатий Тихонович, если у вас какое-то свое слово есть, вы тоже можете сказать, высказаться. Пока воздержусь. Замечания, может, есть какие-то или предложения? Ну, о плене не сказали это. Действительно, отражение народного мнения. И через это Господь показал. Тут как-то одно время шло совещание, везде приглашали, меня приглашают туда. Памятник решили его, он есть, а теперь найти Сталина еще поставить. Как вы считаете? Горубь говорит, чтобы народ не забывал, чтобы ценили сегодняшнее. что говорить? Бога, если нету, все позволено. Мы испытали другое. Говорит, что защищали бы. Ну, зашли сейчас, допустим, 5-6 человек с автоматами, ты еще там, жена, те дети. Ну, тут разговор один. Единственное, что ты можешь молиться, благодарить Бога заранее. По нашим делам все идет. Поэтому рассуждения-то все правильные. Слушаю. Проповедь сегодня говорили? Говорил. На какие темы вчера и сегодня? Первая Иоанна, первая глава, седьмой стих. Просчитайте. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. А, первая Иоанна. Да. Если же ходим во свете, подобно, как и он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот я сначала затронул, это четыре проповеди могло быть, но как-то я сокращаю все время, чтобы не утомить-то людей. А это сказать, а теперь вот впереди, что такое во свете его. Ну, на следующие уже, это через две недели будет, иметь общение друг с другом. Какое общение? Я коротко так заказал, коснулся, вот это, и чтобы все написали себе этот стих дома, повесили. Тут заложено слишком много для одного стиха. Изучить, изучить, знать, где написано, а я его постепенно по счастям раскладываю. Вот. А вчера, как раз, Якова, четвертая глава, там говорится, я поеду в такой-то город, буду торговать, прибыток. Вот это, что это означает? Какое отношение мы к этому имеем? На что живем? В божественном плане я все это рассматриваю. То есть, назвать то, что, вот как бывает, там кричит, покайтесь, нет, я просто открываю и говорю. Если нет разумения, мы вынуждены перенести на себе. Вот вчера и сегодня. Все, а потом занятия были, но занятия идут по порядку, к коринфянам, вторая глава, это послание, девятое главе. Тоже благополучно все было. сейчас отдам. Да, вообще вот эти иоанновские послания, каждый стих просто перегружен смыслами. Да. Самые, можно сказать, особенно вот эти 3-9, рожден от Бога не грешит, полностью перечеркивает всю, как будто, историю церкви. Да. Ну, здесь я и касался, что в оставлении грехов жизнь вечную, причащение никогда Христом не было, как от оставления грехов. Это сегодня все говорят священники, через это, чтобы было властвовать можно. Нету этого, нету. Не будет иметь в себе жизни, жизни нету, мертвый, заледенелый. Когда говорят, что многие больные немало умирают, я этой темы коснулся, что не рассуждает о теле Господне, не в чашу, а на Голгофе. Тут, видишь, как соединили, и человек не понимает, я причащаюсь, ощущаюсь. Нет этого? Нет. Кто не будет причащаться, не будет иметь в себе жизни. Он мертвый. Вот такое действие. Это новая жизнь, вдохновение, как донора, кровь донора, так сказать. Приходится говорить вопреки общепринятому мнению. Поэтому у меня врагов-то не уменьшается. Промолчать можно, да. А теперь все морги забиты, но немало больных. Это все поликлиники. И немало умирает, и кладбище, и все через причастие. Вот и все. Это специальные люди вступают в секту причастников. Вот если причаститься, значит, что-то, да, главное, рот зафиксировать, проглотить, и все. Нет. Это уже подтверждение того, что ты жив. Как ненавистно, когда выше веры берется еще. Вот Мартин Лютер, он полностью не просто четвертую главу выкинул из послания Якова, послание Якова полностью выбросило из Библии. Вера спасает, да, вера, но вера подтверждается делами. А он это ощущал. Он же монах был. Никаким он епископом не был. Дальше, данный обет Богу нарушил, женился на монашке, шесть детей прижил. Он разбратник, основатель религии, основатель всех сект. Вот мы так и должны рассматривать. Знал бы он, к чему привело его вот это действие? Вот к чему привело. Гомосексуалисты венчают садомитов, что больше всего Господь ненавидит. У нас тут было лютеранское открыто. Народа-то нет, видимо, закрывают все. Они выезжают на родину. А вот они берут вот это слово, Матфея 26-28, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. То есть это речь о голгофской крови Христа. Конечно. Это конечно изливаемая там. Они думают теперь уже о чаши речь. Не о чаши речь идет. Изливаемая, а тут не изливаемая она, притворяемая. Да, да, да. Вера, веру в Сына Божия имеем, веру в голгофскую жертву. А сегодня просто механическое действие, раскрою рот. Вот сам священник поехал, я сегодня говорил об этом, а библиотекар что оставил, у нас знакомые там были, наши люди были как раз. Одна говорит, что вот, ну что делать, запился парень, а тогда эта женщина оставленная за священник, она говорит, ну пускай придет, причастится там раз-другой. Его в храм нельзя запускать два года, а пускай причастится. Вот и все. Это играют этим, это самая страшная игра. Братья, вопросы? Сестры? У меня вопрос, можно Игнатью Тихоновичу? Да, можно, конечно. У меня вот к вам вопрос, как тогда достойно причаститься не в осуждение? Соответственно, слово его, исполнять все, быть Вадимом Духом Божьим. И это достойно. Никакого оправдания нету, я виновен. И в ведении, и неведении, я сознаю это, свою немощь. Хотя я не знаю ни одного греха, который перечисляют, но нету, я не касаюсь, зачем я должен накручивать то, чего нету. Но я себя не оправдываю, в очах Божьих я совершенно другой. Он в ангелах усматривает недостатки, так говорит пророк. Это надо ежедневно, вот здесь у нас через два часа молитвы, распространять слово Божие, искать новые души. Вот смотри, у Вячеслава сколько там вчера крестилось, пятеро, говорит, да и опять едут. такой же человек, такой же человек, как мы, открыто говорит, еще три года назад взять, этого ничего не было, на месте не стоит. А раз не стоит, это дерево будет раскидывать крону все шире и шире. Тем более, уже второй курс начался. надо рассудительно так, вот сколько здесь правила, содружество, другое собирается. Вот издаем книги, как мы советуемся, постоянно советуемся. Вот если к истинному православию удалось бы издать, это бы много значило. А ведь мы не знали даже проповедью в стихах, сумеем ли издать. А издали так, что буквально люди смотрят и целуют. Я все больше смотрю, что прежний, какой у нас к истинному православию, видимо, такой у них материала нет. Пускай будет коричневый, но чтобы тогда заламинировать, как вот проповедью в стихах. Потому что объем позволяет это сделать. Да, да, да. Ламинированный будет. Обязательно даже. Ну, а свет хотя бы приблизительно может быть. А может он будет такой, как тут туманное. Ну, коричневое. Я не настаиваю ни на чем. Просто говорю. Мы уже это взобили. Техническое задание они приняли. Да, вот тот и оно. Результат будет показан. Все собирали, собирали. Ведь это не игрушка. Я вижу... Волнее этого материала уже просто нельзя будет найти. Нигде. ни в интернете, ни в мире, ни в библиотеках. Уже больше ничего не найдешь там. Ну, да. Это Господнее дело. И при том, какие знатоки писания, там, академии кончают. Все. Как будто только для того, чтобы оправдать любое злодеяние. Любое отступление. Ну, будут они, конечно. Кто-то стучится. У меня? Так, подожди. Подожди. Не знаю. Не знаю. Сейчас я крикну. Может быть, и не у вас. Кто? Никого нет. Нет, никого не видать. Значит, не у вас. Значит, не у нас. Да. Мы соглашаемся. Как одного я слышал, там, в Норвегии где-то нашли, что он больше 100 лет живет, а может, 120, наверное. Ну, какая причина, как? Он говорит, я никогда не спорил. А журналист говорит, да не может быть. Он говорит, может быть и так. Ну, слава Богу. Видите, как собрались. Будто бы Пахмутова вызывает сюда матушка Людмила, и он хочет приехать, и не один. То с Михаилом. Да. Все, они уже там билеты берут. Я им сказал потом, что разрешение дано. Вы же сказали, что... Ну, не я, не ко мне, а не к ней. А что, они останутся насколько-то? Помочь кому-то надо? Иосиф там перекрывает что-то потолок. Ну, пожалуйста. То есть, мы не имеем нужды, чтобы к нам кто-то ехал такую даль. Нисколько. Мы поправляемся в пределах досягаемости. сейчас у нас идет рыбалка. Я эту рыбалку на всю жизнь запомню. Меня так никогда не кусали. Но это другое. Другое. Мы не мокрые. На лодке все. Если Господь благословит, я показываю, Володя снимает иногда, как правильно расправиться с рыбой. Снять чешую, отрезать голову, дальше вскрыть, убрать внутренности. Отдельная чешуя, из нее какие навары бывают. и у меня получается, что на одного карася я трачу 53 секунды. А голуби прижились, которые вам подарили? Ну, так, на месте пока говорит труда, как они на зиму пойдут. Я же говорил, что мне голуби нужны, которые переносят температуру, я не могу разогревать. Ну, ничего нету? Выбирайте тогда. Хорошо. Единственное, что я Александру скажу, который вопрос задал, по поводу достоинства причастия. Вы могли иногда слышать, что мы всегда недостойны, обычно так говорят священники. Апостол Павел говорит вот так, сейчас расскажу. Апостол Павел как говорит 1 Коринфянам 11 глава Вот. Почему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Если апостол Павел говорит, что приступает недостойно, значит, он понимает, что можно приступать достойно. Поэтому те, кто говорят, что недостойно всегда, это только по отношению к Богу. Бог всегда в нас усматривает недостатки. А не значит, что мы действительно недостойны. Так, Ирина Кондратюк здесь? Здесь? Ну вот сейчас кто там знает, как заканчивать, пропоют, там просчитают. Нужно сотворить молитву, в конце прославить Святую Троицу и громко сказать Аминь. И кто согласен, тоже говорить Аминь, чтобы быть участниками ее молитвы. Помолимся? Достойно есть я кого истину, блажите Те, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу Те величаем. Господи, благодарю Тебя за все, за Игнатия Тихоновича, за братство наше, и с дружеством во Христе, за это занятие по Слову Божьему, за совместное моление и общение. Господи, научи нас Твоему Слову, помоги устоять в искушениях, и дай мудрости, и разумения различать истину от лжи, праведное от неправедного. Сохрани нас в верности Тебе и чистоте, помоги нам в благовестии, дай Слово Твое, что говорить и как говорить. И мы благодарим Тебя, Господи, за изданные труды Игнатия Тихоновича, и просим помощи для издания еще одной книги к истинному православию. Хвала на Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Слава Христу. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за занятия. Аминь. Спасибо Христос.